Привет всем добрым людям, следящим за эволюцией и эволюционированием моей сборки ZX Evolution и всем, кому просто интересно наблюдать за скучным процессом пайки мелких элементов на плату средних размеров. Где-то я это уже слышал. Ну да, в первой части я грандиозного опуса под названием ZX Evolution во все тяжкие. Во второй части я буду напаивать на плату мелкие деталюшки и необходимые разъемы для первоначального запуска эволюции. Так как теперь у меня есть паяльный фен, естественно паять буду им. Ну как говорится, первый блин комом. До этого феном я только демонтировал детальки со старых материнок. Ну и как вы видели в первой части, пробовал припаять комплект микросхем на верхнюю часть платы. Немного помучавшись, мне все-таки удалось победить первые два конденсатора. На разогретую плату флюс накладывается неохотно. Тут же плавится. Пробую другим способом. Как и с микросхемами, напаиваю бугорки припоя. Дальше прихватываю паяльником детальку с одного края. И только после этого грею фену. Вот так-то лучше. Кстати, чуть позже покажу, как я паял, когда у меня не было фена. Нижняя сторона платы какая-то скучная, поэтому покажу все по-быстрому. Таким же методом можно было припаять восьминожечные микрухи в первой части. Но я сразу не догадался. А вот с верхней стороны платы все гораздо интереснее. Но сильно затягивать тоже не буду. Вот тут уже лучше видно действие поверхностного натяжения жидкости. Хоть это жидкости расплавленной припой. Субтитры сделал DimaTorzok А тут целая кучка мелочевки. Субтитры сделал DimaTorzok В процессе пайки я вспомнил, что у меня есть USB микроскоп. Да и дополнительная камера с телефона не помешает, чтобы контент стал еще интереснее. Пока сильно ускорять не буду. Субтитры сделал DimaTorzok Вот оно волшебство расплавленного металла во всей красе. Пожалуй, буду показывать быстрее, чтобы ролик не особо наскучил. А теперь, как обещал, покажу, как я раньше справлялся. Причем паял гораздо более мелкие элементы. Ролики на эту тему можно найти на моем канале. Выходит так себе. Потом я это все-таки выронил феном. Ну а теперь совсем ускорюсь. А то никакого терпения не хватит досмотреть ролик до конца. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Кстати, в наплавленных бугорках можно увидеть, как я с фонариком во лбу усердно наложиваю какие-то бугорки из припоя. И любуюсь ими. А может, сам собой. И любуюсь ими. Не знаю, сколько всего мелких элементов на платье, я не считал. Но было довольно много. Несмотря на это, удовольствие я получил немалое. Сколько чистого времени заняла Пайка, сказать сложно. Так как очень много времени занимал сам процесс съемки процесса. В комментариях к анонсу один человек похвалился, что спаял Эву за 7 часов. Лично я за это время наверняка не успел бы насладиться с сим-действом. Считаю, в таком случае лучше заказать готовую плату ZTEX Evolution и уже наслаждаться ее пользованием. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok здесь PrimeTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Теперь необходимые разъемчики. Вначале мини-USB, но он мне пока до сих пор не пригодился. далее слот для SD карточки очень полезный разъем забегая вперед скажу во время попыток запуска карты жутко глючили я грешил на плохую пайку а также подозревал что залил контакты при промывке платы но после замены стабилизатор на 3.3 вольта карты глючить вроде перестали еще один необходимый разъем vga но опять сбегая вперед скажу что в итоге я подключил scart hdmi конвертер к штырькам rgb с синхрой и радовался жизни созерцая все четыре тв режима базовой конфигурации далее подпаял вывод звука и вход магнитофона самый нужный разъем это конечно же питание на tx колодку пока не стал заморачиваться панелька под таймер панель под контроллер дисковода пришлось немного подрезать упиралась кондер и диодную сборку с другой стороны тоже подрезал панель под ямаху избежала моих издевательств обязательно разъем для прошивки от меги также позже я напаял такой же разъем на интерфейс rs232 так как ноль модемного кабеля у меня нет его пришлось колхозить из консольного с простыми пинами корзинка под батарейку дальше припаялся кварцы электролитические конденсаторы потом розетки ps пополам для клавиатуры и мышки и конечно разъем дисковода так как был твердо намерен его запустить о чем немного пожалел меняя стабилизатор также напаял некоторые штырьки в том числе софт и хард-ресеты и сварганил вот такой вот пауэрлэд кроме того припаял еще одну лампочку чтобы понимать что блок питания включен после этого промыл плату но еще предстояла работа над ошибками но об этом в следующей серии на этом я с вами прощаюсь не болейте и радуйте своих близких до новых встреч на моем канале и и и и и